1 миллиона долларов. 39 последователей секты Небесные Врата совершили массовый суицид в Калифорнии. Они верили, что их души отправились в путешествие на космическом корабле, который сопровождает комету Хейла-Боппа. 914 человек, адепты Храма Народов, погибли в результате добровольного массового отравления цианидом. Все эти люди шли в организации, в которых хотели получить поддержку и помощь. Но попали в сети расставленные тоталитамы. Вы смотрите новости на 6-м канале, в студии Юлия Кузнецова. Здравствуйте. Через несколько минут ко мне присоединится руководитель регионального отделения ЖКХ «Контроль» Альберт Русанин. По телефону прямого эфира 366666 он ответит на ваши вопросы, касающиеся новой системы начисления коммунальных услуг. А пока к новостям. Спасти удалось не всех. На пожаре многоэтажки пострадали люди. Трагедия случилась сегодня под утро во Владимире на улице Лакина. На восьмом этаже жилого дома загорелась квартира. Пожарные прибыли на место через 4 минуты после вызова. В этот момент подъезд дома был уже сильно задымлен. Выводить пришлось даже жителей соседних квартир. К самому очагу возгорания добирались с трудом. Пожарным пришлось ломать дверь в квартиру и выбивать окна. Там находились пожилая женщина, ее взрослый сын и собака. Они не открыли им, дверь они спиливали, да окна пока здесь выбивали. А так-то быстро не потушили. Она нормальная женщина была, работящая. А что, да, я это жил? Да. Ну, если сын выпивала, у нее с головой что-то все плохо делалось. Выгорело в комнате в одной все. Они, видимо, отмечали годовщину. Муж умер много лет назад. А, видимо, это годовщина, что ли, была. И вот они спали, видимо, крепко. Закурили. Он не совсем сын-то остался один. Увезли его сначала в психушку, а потом сказали, что вернулся. Один из жильцов квартиры, как выяснилось, действительно стоит на психиатрическом учете. Его удалось спасти. Мужчина в пожаре не пострадал. А вот его мама надышала с угарного газа. Ее вынесли из квартиры без сознания. И вернуть к жизни женщину не удалось. По слухам, не выжила и собака. Отчего случился пожар, станет ясно после проверки. Но, видимо, догадки соседей верны. По предварительной информации, пожар начался с дивана. То есть выгорело 5 квадратных метров квартиры. И сейчас проходит экспертами оценка, возможно ли дальнейшее проживание в данном помещении. Отказывается от нового жилья. Жительницы города Лакенска судятся с чиновниками из-за новой квартиры. Пенсионерка попала в программу переселения из ветхого фонда. Но то, что ей предлагают замен, ее не устраивает. Женщина готова и дальше жить в аварийном бараке и доказывает свою правоту в суде. Дни не жительницы и чиновников выслушала Валентина Мартынова. Окна совершенно не было. Не было потолка. Взияла огромная-огромная дыра. Не было совершенно пола. То, что когда-то было в этой комнате, осталось только на фотографиях. Разбитые стены, потолок и полностью отсутствующий пол. Эту дополнительную площадь к жилым комнатам Надежда Петрова просила сама, чтобы расширить свою маленькую квартирку. Чиновники комнату выделили, но по документам она осталась числиться как отдельная квартира. Я подала заявление, все, у меня есть договор соцнайма, все, постановление как на отдельную квартиру. Мы туда вложили очень много денег. Спустя два года дом признали аварийным и жильцов начали расселять. Надежде Петровой с мужем также по договору соцнайма предложили две однушки. Одна квартира их полностью устроила, а ко второй у женщины оказалось много претензий. Там у всех людей газ, как говорится. А я к нелюч, что ли. У меня там электроплита, у меня там совсем отопления нет. Но согласитесь, масляный радиатор это же не отопление и нет совсем вентиляции. Это будет там сырость, это там будет плесень. То, что претензии пенсионерки к вентиляции в новой квартире были обоснованы, нам подтвердили и в администрации Лакинска. Но по заверениям специалистов, все недочеты давно устранены. Вызвали жилищную инспекцию, жилищная инспекция обязалась сделать вентиляцию. Мы попросили застройщика, он сделал отдельно для нее вентиляцию через весь дом с выходом на крышу. Что касается отопления. Осенью по соседству будет построен еще один дом уже с центральным отоплением. Тогда эти жилые помещения можно будет подключить к нему. Но и сейчас показатели здесь в норме, уверяют специалисты. Здесь были представители самки ПДМ-надзора. Они проверили состояние, они проверили влажность, они проверили температуру. Оно полностью соответствует тем нормам, которые требуют. К слову, соседка Надежды Петровой живет в аналогичных условиях и всем довольна. Обогреватель я включаю. Ах, холодно было, я все время включала. Ничего, хорошо греет? Хорошо греет так-то. А за электричеством вам скидка идет? Да, да. Там как... В общем, ну не по этой цене-то. По словам главы администрации, только в 2016 году в городе заселили 11 подобных квартир. А всего новое жилье получили 16 семей. По количеству ветхого жилья Лакенск занимает третье место в области. На переселение людей пошли бюджетные деньги и средства двух кредитов. По закону взамен снесенного жилья предоставлялись помещения, аналогичные по площади. Больше дать в администрации маленького городка и рады бы, да денег нет. Но Надежда Петрова все равно подала на мэрию в суд. Если суд, в которых мы сейчас участвуем с этой женщиной, признает, что мы должны изменить свою позицию и выполнить определенное решение, которое будет принято, то мы, конечно же, его выполним. Пока же Надежда Петрова предпочитает жить в своем бараке. С чиновниками она судится с прошлого лета. Два суда уже проиграла. В январе женщина вновь подала на апелляцию в надежде, что ей удастся добиться от города нового жилья. Валентина Мартынова, Артем Горчаков, Шестой канал. Февральские нововведения. В первый день месяца в соответствии с постановлениями правительства в силу вступают изменения, которые призваны улучшить жизнь россиян. Заменить водительские права, получить российский или заграничный паспорт теперь можно будет по системе единого окна в многофункциональных центрах. А неработающих пенсионеров с сегодняшнего дня ждет индексация пенсии. Вступили ли в силу изменений, как к ним относятся владимирцы, узнала Маргарита Махрова. Получить услуги в одном окне. С 1 февраля многофункциональные центры должны обслуживать граждан, желающих получить российский или заграничный паспорт, заменить утерянные или старые водительские права. Услышала информацию, что я могу продлить водительские права здесь, в многофункциональном центре. Вот вопрос я задала специалистам. Вразумительного ответа пока я не услышала. То есть они сказали, идите оформляйте в ГИБДД. Оказывается, заменить права и получить загранпаспорт нового образца в многофункциональном центре пока еще нельзя. Оборудование для обработки биометрических данных и фотографирования еще не поступило. По словам чиновников, подкачали поставщики. По данным услугам в настоящее время мы предлагаем заявителям подавать заявление через портал госуслуг. Это бесплатная услуга в МФЦ. В МФЦ стоит терминал. В ближайшее время мы планируем и по этим двум услугам осуществлять полный комплекс выдачи документов также в МФЦ. Хочу отметить, что соответствующее соглашение с Министерством внутренних дел уже заключено. Сотрудники обучены. Пока за готовым документом нужно будет ехать в МВД или в ГИБДД. А вот получить российский или заграничный паспорт старого образца в центре можно. Для этого нужно занять очередь в электронном терминале. Как с ним работать, объясняет администратор зала. Стрелочка вниз, выбираем МВД. Управление МВД России по Владимирской области. Из всех услуг выбираем услугу прием документов на оформление заграничного паспорта старого образца. Получив талончик, человек ждет вызова и подходит к указанному окну. Там примут документы, а потом и паспорт выдадут. Поменят паспорт, саграм паспорта. Внес я паспорт и заявление, все, больше ничего, фотографии. Когда вам нужно будет прийти за... Ну, в течение месяца, кажется, сделаю. Спрос на такую услугу уже есть. Только в первой половине дня с заявлениями на получение паспортов старого образца обратились 10 человек. С 1 февраля проиндексировались пенсии для неработающих пенсионеров и ежемесячные денежные выплаты для льготников. Среди них инвалиды, ветераны боевых действий, чернобыльцы. В размер выплаты входит и сумма набора социальных услуг. Эта индексация сегодня составляет 5,4%. То есть, здесь этот процент рассчитывался, исходя из роста потребительских цен за 2016 год. В среднем у нас с вами получается увеличение произошло практически на 460 рублей. В среднем размер пенсии сейчас составляет около 13 600 рублей. Очередная индексация ожидается в апреле. Предварительно она составит 0,4%. Сами пенсионеры относятся к таким изменениям неоднозначно. Мало не индексируют. Они нас обманывают много. Вот передаются по этому, по телевизору, что это самая инфляция, это не 5,8, а в два раза больше. В будущем для вас это важно, что пенсии все-таки больше? Всегда пригодится. Индексированную пенсию выплатят уже в этом месяце. Маргарита Махрова, Илья Фомин и Евгений Токарев. Шестой канал. Колокольчики не для мусора. Во Владимире установлены контейнеры для сбора вещей. Их организаторы проекта передают на сортировку. Хорошие вещи раздают нуждающимся, а плохие перерабатывают. О том, как владимирцы используют контейнеры для вещей, расскажет Михаил Массиянчик. Это не мусорный контейнер, как может показаться на первый взгляд. Здесь собирают поношенную одежду, чтобы передать ее нуждающимся. Первый подобный контейнер в городе появился год назад. Тогда люди инициативу не восприняли. В емкости оказывалось все, кроме одежды. Но за 12 месяцев большинство горожан научились пользоваться контейнерами по назначению. Тем не менее, на днях в одном из СМИ появилась информация, что колокольчики, как прозвали контейнеры в народе, снова заваливают мусором. Но, как говорят организаторы проекта, за чистотой тщательно следят. Бывает, конечно, что кто-то кинет что-то не то, но это проценты от общей массы. Это небольшая погрешность. Вот, например, контейнер для одежды. Если кто-то нехороший кинет туда бутылку, то эта бутылка извлекается на этапе выемки одежды. Такого, что кидает бытовой мусор, нет, это неправда. Советую проверять информацию, смотреть лично. Положительные моменты замечают сами горожане и постепенно втягиваются в проект. Узнают о нем через сарафанное радио. Некоторые владимирцы даже сами берут вещи из колокольчиков. Другие отнеслись к инициативе скептически. Пользователь мне супруга, да, берет, бывает, одержит. И в брасли посудил, ну, ну, как бы, и берет, бывает, ну, тоже берет, говорит, ну, старые вещи. Ну, внукам, говорит, надо, погулять, что-то. А так, ну, нормальные вещи-то. У меня есть куда отправить секонд-кенд свой. У нас деревня, у нас огород, мы все изнашиваем. Сюда так только как-то один раз было. То есть, клич был по всей стране, добросовестно сходила. Таких контейнеров в городе пока пять. Стоят колокольчики во всех районах Владимира. Задача – максимально охватить город. Ежедневно сотрудник объезжает все точки и смотрит за наполнением емкостей. Отсюда вещи забирают и везут в сортировочную. Вот так выглядит недельный сбор с одного колокольчика. Одежду тщательно осматривают и сортируют. Хорошая пойдет малоимущему в детские дома. Плохая отправится на переработку. Вещи складывают в мешки и везут в Иваново. Во Владимирской области завода по переработке текстиля нет. Есть в работе и свои нюансы. Небольшое рабочее место – это обработка перед сдачей на переработку. От любой одежды нужно обязательно отрезать все молнии, отрезать пуговицы, поскольку это засорная фракция и мешает разрывным станкам работать. Кроме ящиков для одежды на улицах города появляются емкости для стекла, пластика и бумаги. С 2019 года по всей стране сбор, вывоз и переработка отходов будет проходить под контролем регионального оператора. Особое место в новой схеме займет именно раздельный сбор. Михаил Мессиянчик, Артем Горчаков, Шестой канал. Прямо сейчас, коротко, еще о некоторых интересных событиях этого дня. Разбойное нападение в Муроме. Четверо несовершеннолетних детдомовцев жестоко избили и ограбили прохожего. Один из нападавших нанес жертве несколько ударов отверткой. Пострадавшего на скорой доставили в больницу. Следственный комитет возбудил в отношении несовершеннолетних уголовное дело. Правоохранители не исключают причастность нападавших к другим подобным преступлениям и намерены выяснить, почему воспитанники детского дома в вечернее время находились за его пределами. Во Владимирской области задержали таксиста-педофила. Как сообщает Следственный комитет, 62-летний пенсионер, подрабатывая в такси, приглашал знакомых мальчиков прокатиться. Мужчина останавливался в безлюдном месте и в салоне автомобиля совершал в отношении потерпевших сексуальное насилие. В рамках уголовного дела пострадавшими признаны два мальчика, 13-14 лет. Последний случай, по данным следствия, произошел 15 января этого года. В Веризино собираются пустить два автобусных маршрута. Об этом сообщает сайт Веризино-33. В информации сказано, что о новом транспортном сообщении стало известно на встрече главы администрации Владимира Андрея Шохина с жителями микрорайона. Первый маршрут заработает в течение месяца после проведения торгов и определения перевозчика и соединит Веризино с глобусом и площадью Ленина. Второй маршрут будет запущен через некоторое время и будет направлен в другую сторону. Предположительно, в ЮЗ-8. Продолжаем выпуск. И ко мне только что присоединился руководитель регионального отделения ЖКХ «Контроль» Альберт Русанин. Здравствуйте. Здравствуйте. И тема нашей сегодняшней беседы – почему мы должны платить в разы больше за общие домовые нужды. Именно с этим вопросом к нам в редакцию ежедневно обращаются десятки людей. Я предлагаю нашим уважательным зрителям звонить нам по телефону прямого эфира 366666 прямо сейчас. А я задам вам первый вопрос. И так скажите, почему же все-таки в разы увеличилась оплата за ОДН? Наверное, в первую очередь из-за жадности наших управляющих компаний. Будем давать откровенно с нашими телезрителями. Та система, которая у нас применяется сейчас 1 января 2017 года, это перевод платы за расход на общие домовые нужды потребляемых ресурсов из графа в коммунальный, в графу жилищный. Он на самом деле был направлен на то, чтобы ограничить вообще предел платежа со стороны граждан. То есть мы хотели сделать как? Чтобы было ограничение определенное. И жители, которые жаловали, что они платят по ОДН за электричество столько же, сколько за индивидуальное потребление, они знали, что теперь есть механизм, который прописан в законе. Соответственно, были установлены нормативы потребления, которые ограничили размер, то есть это максимальная величина расходов гражданина на электроснабжение, водоснабжение в рамках общего домового имущества, расходов. Соответственно, как бы управляющие компании решили, что это на самом деле максимум, что они могут сделать. Хотя закон написал, не выше нормативы потребления. Соответственно, мы знаем, что у нас каждый месяц в графе расхода на ОДН была определенная сумма. Где-то у кого-то было 6 рублей, у кого-то 30. Сейчас, соответственно, посчитав люди, увидели, что разница составила в 90 рублей плюсом дополнительно, 100 рублей, 200 рублей. Соответственно, они задают вопрос, почему? Если мы же знаем, что фактически было столько, то теперь мы должны платить больше. Управляющие компании ссылаются, что на самом деле эти деньги они все равно пустят на общедомовые цели, что этих денег им не хватает для того, чтобы содержать и ремонтировать дом, что они все равно никуда не идут. Но мы-то знаем, сколько человек должен платить. И, соответственно, если есть желание увеличить плату, выходите к людям, проводите общие собрания, убеждайте их. В данном случае, сейчас, по поручению губернатора, в рамках оперативного совещания у вице-губернатора Смолина Лидии Филипповны, на новое поручение государственной жилищной инспекции, которая теперь есть надзорной функцией по контролю за правильностью начисления в управляющих компаниях тариф, провести проверки по всем обращениям граждан, где увеличилась в разы эта плата. Сейчас такие проверки уже начались. Поэтому, если у вас, вы считаете, что незаконно вам повысили плату за содержание текущей ремонта, пишите обращение в государственную жилищную инспекцию, либо нам непосредственно в ЖКХ контроль. Я хочу узнать, есть ли у нас звонок. Если есть, еще нет звонка. Поэтому я продолжу свои вопросы. Скажите, пожалуйста, по новому нормативу, в идеале, как должна была рассчитываться эта плата за общие дымовые нужды? Процедура, на самом деле, простая. То есть, берутся все места общего пользования, это подвалы, чердаки, лестничные клетки, умножаются на норматив. В данном случае у нас два норматива по электроснабжению. Это 2,59 рубля для домов без лифта и 3,06 рубля для домов с лифтами. После этого это умножается на стоимость 1 кВт, 4,80 рубля, и делится на всю общую жилую площадь в данном доме. Получается, сколько на 1 квадратный метр приходится. Соответственно, вот эта сумма, это максимальная, это максимальный норматив потребления, который может быть выставлен гражданин. Но это максимальный в данном случае. Все управляющие компании получили сведения от ресурсоснабжающей компании, сколько составляет фактически ОДН по электроснабжению. Потому что мы видим, что перекос здесь идет. И, соответственно, они могли бы увидеть эту разницу. Мы увидели, что разница составила в 2-3 раза непосредственно с тем, что раньше фактически должны были платить люди. Это, на наш взгляд, неправильно. По нашим обращениям в администрацию области, соответственно, были приняты соответствующие меры. У нас есть звоночек. Татьяна Станиславовна, здравствуйте. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Вчера у нас пришли платежные квитанции и очень большие процентные ОДН. То есть они у нас соответствуют квартирным размерам. То есть вопрос я задала, на каком основании такие данные поступают. Как в ЖЭКе номер 8 нам сказали, что сделали такое уравнение, по которому исчисления выходят на такие цифры. Вот на каком основании, то есть в каждой платежке приходят... На самом деле, ни на каком основании. То есть в данном случае управляющая компания, ЖЭП-8, мы про нее говорим, она максимально применила норматив потребления. Но для них это была самая верхняя планка, выше которой они заходить не могли. Соответственно, на сегодняшний день у Татьяны Александровны есть два пути. Первый вариант – это обратиться в Государственную жилищную инспекцию с жалобой на действия данной управляющей компании, чтобы сделали перерасчет. И второй вариант – мы можем помочь инициировать общее собрание с целью уменьшения на общем собрании тарифа за содержание текущего ремонта до уровня фактического ОДНа. Посчитать это достаточно легко. Мы можем взять сведения из ПАОТ и Плюс, сколько за год составили, разделить на 12 месяцев. Посчитать, сколько приходится на один месяц, разделить на жилую площадь, получится вот на самом деле, сколько фактически ОДН составляется. Все легко, достаточно просто. Поэтому, если вы считаете, что неправильно они это сделали, вам необходимо обратиться в Государственную жилищную инспекцию. Либо обращайтесь к нам в ЖКХ-контроль, мы вам поможем. Мы находимся в улице Луначарского, дом 3, кабинет 228. Спасибо. У нас еще один звонок. Владимир, здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Вот мне вопрос. Жилищный центр нам прислал новые платежные ведомости. И теперь берут электричество не по нормативу, а с квадратного метра взяли. То есть, например, 50 квадратных метров, то получается 200 рублей. На самом деле, они берут с квадратного метра почему? Потому что эта услуга перешла из графы коммунальной в графу жилищную. Соответственно, она рассчитывается, исходя из квадратного метра. А формула, которая используется, она учитывает в том числе и киловатты, и стоимость одного киловатта. То есть, там берутся, еще раз повторюсь, все места общего пользования, площадь, умножается на норматив потребления, который установлен 2,59 рубля за 1 кВт с квадратного метра. 2,59 кВт с одного квадратного метра умножается на стоимость одного киловатта, 4 рубля 80 копеек. И делится потом это все на общую жилую площадь. Поэтому они привязали непосредственно к квадратному метру. А еще это сделано для того, чтобы вы, если вы можете претендовать на получение субсидий или федеральной льготы, при обращении в учреждение соцзащиты получили ее. То есть, это сделано специально для того, чтобы вы могли получить эту льготу непосредственно. У нас еще один звонок. Ольга Федоровна, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. В этих расчетах, конечно, арифметика, там все правильно. Но почему приняли стоимость одного киловатта электроэнергии для расчета ОДН 4 рубля 80 копеек, в то время как для квартиры идет 4 рубля 5 копеек? Откуда возилось такое начисление увеличения на 18,5%? Кто это разрешил? Ну, все дело в том, Ольга Федоровна, что 4 рубля 0,5 копеек – это плата по соцнорме для жителей. А управляющая компания является юридическим лицом, и, соответственно, стоимость для нее киловатта составляет 4 рубля 80 копеек. И платят эти деньги непосредственно вашей управляющей компанией. А она вам выставляет только в рамках нормативы. Соответственно, за сколько они купили, за столько они как бы выставляют. Ни копейкой больше, ни копейкой меньше. У нас еще один звонок. Ольга Петровна, здравствуйте. Мы вас слушаем. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Я сегодня была в ЖО номер 8, и мне сказали, что расчет идет, что они берут во внимание не только общие площади, а всю площадь дома, то есть в том числе и наши квартиры. Вот это законно или нет? Нет, нет, нет. Они не берут в расчет. То есть берутся места общего пользования. Это, еще раз повторюсь, чердаки, подвалы, лестничные клетки. Эта площадь умножается на норматив потребления 2 рубля 59, умножается на стоимость киловатта для них, это 4 рубля 80, делится на общую площадь жилых помещений. Соответственно, получается, сколько на один квадратный метр приходится норматив потребления. Но еще раз вам говорю, что вот этот норматив, он выше, чем ваше фактическое потребление. И брать они должны не выше фактического потребления. Поэтому в данном случае они с вас незаконно это берут, эту плату. И если вы обратитесь в Государственную жилищную инспекцию, будет выдано предписание о перерасчете. И по итогам совещания, которое проходило 25 октября, 25 января в администрации города Владимира, мы всем, управляющим компанией, довели до них эту информацию. Нам пообещали большинство, что они произведут перерасчет в феврале месяце с учетом фактического потребления на общие домовые нужды. То есть, по сути, у меня тоже уточняющий вопрос. Если сейчас управкомпания добровольно не сделает перерасчет, тогда нужно идти обращаться. То есть, сейчас теоретически можно не обращаться в жилинспекцию, а подождать следующего месяца? В данном случае большинство управляющих компаний, они понимают на самом деле социальную значимость вот этого шага. Они пообещали, что они произведут перерасчет. Но, на мой взгляд, можно не дожидаться этого шага, уже сразу писать обращение в адрес ГЖИ, для того, чтобы выдавалось предписание. Потому что мы понимаем, что велик соблазн. Там, где люди жалуются, соответственно, и произведут перерасчет. Я прошу прощения, у нас осталось мало времени. Дай последний звоночек, давайте успеем принять. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Очень свободная беседа, очень нужная, вовремя, немножко, даже, может быть, чуть-чуть опоздала. Ваш вопрос, пожалуйста. Мой вопрос. Управляющая компания «Люкс» прислали ОДН по свету. Стоимость ОДН выросла в 4,5 раза. Вопрос мой такой. Куда будет деваться положительная сальдовка по оплате за электрообеспечение по местам общего пользования и далее? Спасибо. Нужны ли приборы учета общего? Если можно, очень коротко ответить. Ну, если коротко, то на самом деле все денежные средства, поступившие от жителей, они могут только тратить на цели содержания текущего ремонта вашего дома, заплатив, соответственно, ровно по счету, который выставит ВКС, сумму расходов на общедомовые нужды. Спасибо. Спасибо большое за внимание. Я прощаюсь с вами. Всего доброго и до встречи. Продолжение следует... Похоронный дом ритуал 93 извещает, что ритуальные агенты, которые навязывают услуги, звонят или приходят домой без вызова, вводят вас в заблуждение и действуют в личных интересах. Наша служба работает круглосуточно и только по вашему обращению. 32-32-33 Медицинские анализы более трех тысяч видов. У нас ведут прием врачи-специалисты. Ревматолог, эндокринолог, гинеколог, дерматовенеролог, онколог, терапевт, педиатр, а также УЗИ-диагностика. Цены снижены. Прием по предварительной записи. Лаборатория Гемотест. На Мира, 78. Все для охоты и рыбалки. Подарочные сертификаты. Товары в наличии и под заказ. Ищите нас по новому адресу. Магазин «Арсенал» переехал и сменил название. Теперь мы на Никитской, 17. Торговый дом «Охотник» ждет вас. Управление по делам молодежи объявляет о старте нового проекта. Полезные родительские собрания. С 19 января в семейном клубе «Гагарин» будут проходить тематические встречи с родителями. На них специалисты расскажут о том, что действительно важно и ценно воспитание детей и молодежи. Расписание встреч на сайте следизанами.ру и по телефону 5333333. Участие бесплатное. Планируете заказать памятник? Только до 15 февраля. Данила Мастер делает скидку на все памятники 20% плюс портрет бесплатно. Данила Мастер – это надежный федеральный производитель памятников из гранита. Более 300 моделей. Бережное отношение к каждому заказчику. Гарантия 25 лет. Звоните 22-23-50. Даниламастер.ру Здравствуйте. О погоде расскажу вам я, Мария Федорова. По данным синоптиков, сегодня ночью в городе пасмурно, небольшой снег. Температура воздуха составит 6-10 градусов со знаком минус. Завтра у Владимира ожидается день с переменной облачностью. На столбиках термометров 9-11 градусов ниже нуля. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров тутного столба. Влажность воздуха 70%. ЖК «Народный». Квартиры от 28 тысяч рублей за квадратный метр. Хороший ремонт. И доступна цена. И друг по соседству. Ну то было! Квартиры доступные каждому. 779989. Управление по делам молодежи объявляет о старте нового проекта. Полезные родительские собрания. С 19 января в семейном клубе «Гагарин» будут проходить тематические встречи с родителями. На них специалисты расскажут о том, что действительно важно и ценно воспитание детей и молодежи. Расписание встреч на сайте следизанами.ру и по телефону 53-33-33. Участие бесплатное. Заправляй свой автомобиль вместе с «Глобус». Совершай покупки от 2000 рублей в гипермаркете «Глобус». Получай скидку 3 рубля с каждого литра топлива на АЗС «Ростех». А также уникальный шанс выиграть годовой запас топлива. Подробности акции на сайте «Ростех.нет». Новое лабораторное отделение «Гемотест» на Мира-78. Скидки всем на медицинские анализы. 10% каждый понедельник. Постоянно для всех. 10% каждый день. Возрастная. Всем до 25 и от 55 лет. «Гемотест» на Мира-78. «Гемотест.ру». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Упаковочная бумага всего за 25 рублей. «Фикс прайс» на всё низкая цена. Надёжность, доступность, функционал. Пятый квартал. Плати только за нужные метры. 77-99-89. Работают с проверенной информацией. Что по этому поводу можете сказать? А я ведь помню молодого человека. Интересно. Плюсный тип, знаете ли. Что? Сволочь. Ого. Делают правильные выводы. Чушь какую-то не суть. Курожа раз в жизни увидишь, никогда не забудешь. Это уже кое-что. Это вы видели? Это я. На вас он совершенно не похож. Чё-то я не понял. Всё. Мужики, работаем. И всегда действуют в рамках закона. Вы найдёте преступника, и мы его расстреляем. Ясна задача? Так точно. Продолжение сериала о настоящих героях. «Улицы разбитых фонарей». Пятый сезон. В воскресенье. Весь день на Рэм ТВ. «Улицы разбитых фонарей».